Собственно, да, мы начинаем. Давайте поприветствуем Марию Литарова, научного сотрудника Института микробиологии им. Виноградского РАН, который относится к Федеральному исследовательскому центру биотехнологии РАН. Мария сегодня расскажет про бактериальные структуры, организм человека и на что они влияют. Мария? Спасибо большое. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы пришли в этот чудесный субботний вечер. Вообще микробиология, наука сложная в том смысле, что либо про нее думают как про ботанику, что неправда, либо в ней много-много страшных молекулярных механизмов, всяких химии и прочего-прочего, и что правда. И есть некоторая сложность рассказывать про микробиологию, потому что в ботанику скатываться совсем не хочется. А, соответственно, как мы знаем, еще писал в свое время Фейман в своей книжке, что любая формула уменьшает читателей ровно в половину. Но то же самое касается и, конечно, микробиологии. Мы сегодня попытаемся поговорить о биопленках, о бактериях, в общем-то, с точки зрения механизмов определенных. И я очень постараюсь рассказать просто, сложным. Это для меня такой вызов очень важный. Химии чуть-чуть будет, но ее пугаться не стоит, потому что она, в общем, довольно простая, и все на пальцах понятно будет. Я надеюсь, по крайней мере. Дело в том, что история о симбиотической микрофлоре, о бактериальной флоре внутри организма человека и в самой науке, и в популяризации этой науки выглядит как нагромождение некоторых фактов. Как всегда, мы оказываемся заложниками некоторого такого редукционизма, потому что либо мы понимаем, кто делает, либо мы знаем, что делает, либо мы знаем, на что влияет. В хороших случаях мы понимаем два фактора из трех всегда, но редко когда три. Три фактора — это какая-то либо холистическая модель, либо спекуляция, то есть рассуждение при недостатке данных. Либо это очень серьезные исследования с большим количеством химии, математики и всякого такого. А история конкретно с влиянием резидентной микрофлоры — это много-много-много конкретных данных с большими-большими вопросами. Но есть под этими всеми историями некая общая фундаментальная мощная часть, про которую, пожалуй, не написано ни одной фундаментальной книги. У меня есть мечта, я напишу все свои статьи, ха-ха, и обязательно напишу эту самую фундаментальную книгу о том, как микрофлора взаимодействует сама с собой и с окружающей средой. Пожалуй, близко к осуществлению этой мечты подошел Александр Марков в своей книжке и рождении сложности, но все микробиологи говорят, что, наверное, недостаточно микробиологии в этой книжке, хотя книжка, конечно, блестящая, безусловно. Так или иначе, сегодня мы поговорим не о фактах и не о замечательных историях, почему фаренгит и клипсиелы — это одно и то же, а мы посмотрим, как это все работает. И посмотрим мы это, конечно, на фундаментальных планетарных процессах и потом потихонечку перейдем к разговору уже о конкретике, о том, как все работает, ну, что-то работает в организме человека. Итак, поехали. Кстати, на первом слайде, это чашка Петри как раз из нашей лаборатории, и здесь мы видим, как вот это вот… Сейчас, нет, почему нету лазерной указки. В общем, дырочки — это бактериофаги внутри этих бактериофагов клипсиела, а, соответственно, вокруг тоже газон из клипсиела. Оу, я слышу жужжание. Нет. В смысле нет, в смысле все переключается, дело не в этом, нету лазерной указки. Я это делаю, я ее держу, она все никак… Да, я тоже так думаю. Да. Итак, вот эта вот прекрасная история, это клипсиела, вот это вот бактериофаг, и вот это вот газон клипсиела, и мы видим, как на самом деле под давлением фага прекрасный клипсиела начинает бегать, ползать и вообще себя вести совершенно удивительным путем. И про это мы тоже немножко поговорим. Итак, о чем же, кто же такие бактерии? Бактерии, как мы знаем, это безъядерные организмы, прокариоты, доядерные организмы, и нам про бактериальную клетку сейчас следует помнить вот какие вещи. Бактериальная клетка, как и любая клетка, имеет цитоплазматическую мембрану, внутри мембраны есть какая-то цитоплазма, в которой, конечно же, есть ДНК, которая является носителем генетической информации. У бактерий, как у всех клеток, только ДНК является носителем генетической информации. РНК – это некоторый следующий продукт, интермедиат, который реализует эту генетическую информацию. Место, где находится ДНК и куда оно прикрепляется, называется нуклеоид. Также есть ДНК, организованных в хромосомы. Хромосомы бывают кольцевые, бывают линейные. Это уже все некоторая лирика. Конечно же, фундаментальные законы биологии в бактериях тоже работают, поэтому система ДНК-РНК-белок тоже свято соблюдается этими клетками. И для того, чтобы белок получился, нужно с ДНК что-то прочитать. Результат чтения, собственно, это будет молекулы РНК. И чтобы прочитать, вот есть, пожалуйста, прекрасный, и с молекулы РНК нужно сделать белок. Для этого существуют рибосомы. Вот они все населяют клетку. В клетке нет компартментов. Это очень важно. В эукреатической клетке мы привыкли, вот по учебнику 6 класса, вся биология начинается с прекрасной эукреатической клетки, где мы показываем, что мембраны отделяют какие-то части клетки. В бактериальной клетке компартментов нет. Но при этом надо понимать, что это не мешок, в котором все навалено, а скорее устройство, пространственная организация процессов в бактериальной клетке напоминает космическую станцию. У нас вроде как один отсек, но мы что-то разложили, что-то сложили, что-то развернули, какие-то процессы какие-то свернули, и на самом деле здесь все очень строго организовано. Мне вообще бактериальная клетка напоминает комнату в общежитии в главном здании Московского университета. Они такие маленькие комнаты. В этой комнате можно даже поставить плиточку. Комнаты, правда, малюсенькие, но никто никогда не догадается, например, положить плитку себе в постель, например, лечь на нее сверху. Все-таки процесс сна и готовки пищи будут разделены, по крайней мере, во времени, если не в пространстве. То же самое и в бактериальной клетке. И есть из этого некоторые всякие волшебные вещи, которые нам пока не пригодятся. Важно еще понимать, что бактерии охотно делают разные структуры внешние. И самые две структуры важные для нас – это вот это жгутик. Жгутик – это такая длинная-длинная штука, которая крутится. И жгутик – это довольно дорогая вещь. Бактерии, которые имеют жгутик, должны обладать вескими причинами, чтобы его иметь. Тем не менее, у многих он есть. И с помощью этого жгутика бактерия может плавать, а если среда достаточно вязкая, то и ползать по ней вполне себе. И есть какие-то такие просто длинные филаменты, они называются фимбрии, другие называются пили. И что жгутик, который двигается, что фимбрии, что пили, очень хорошо липнут к разным поверхностям. Вот это совершенно замечательный момент. И клеточная стенка бактерий устроена тоже определенным образом. Есть два способа сделать клеточную стенку бактерий. Первый, такой довольно простой, над цитоплазматической мембраной, вот она, со всякими белочками, которые к ней приурочены, над цитоплазматической мембраной просто сделать какую-то пептидогликановую штуку. Пусть вас это слово не пугает. Слово пептид вы все знаете. Пептид – это белок. Гликан – корень, наверное, знакомый. Глюкоза, в общем, это всего лишь навсего два остатка. Скажем так, глюкоза, только там еще немножечко азот есть. И они связаны такой же связью, как связаны глюкозы внутри целлюлоза, то есть бета-гликозидной. И к этим двум остаткам прикреплен небольшой пептид. Белки, я напомню, состоят из аминокислот. Там в этом пептиде 12, 14, 16 аминокислот. Есть тоже некоторый нюанс, но такой пептидогликан – это структурная единица этого крупного полимера. И вот эти две иноцетилглюкоза, амин-2, в таких остатках с небольшим пептидом, соединяются в длинные-длинные цепочки. И за счет того, что это бета-гликозидная связь, напомню, такая же, как в целлюлозе. Помните, что целлюлозу довольно мало кто ест. Соответственно, пептидогликан тоже довольно сложно разрушить. Это такая довольно жесткая структура. На электронных микрофотографиях иногда видно, когда особенно бактериофаги лизируют бактериальную клетку, что пептидогликан разлетается как стекло в автомобиле. Так же на такие же кусочки. Это правда такая довольно жесткая структура. И для того, чтобы все это не двигалось друг относительно друга, вся эта система прошита тейхоевыми кислотами. Длинные молекулы, просто длинные углеродные цепочки с какими-то достатками. Важно, что эти тейхоевые кислоты прошивают всю структуру насквозь, в разных направлениях и параллельно цитоплазматической мембране, и перпендикулярно ей. И даже есть часть тейхоевых кислот, которые заякорены в цитоплазматической мембране, просто удерживая вот этот пептидогликановый слой толстый. И если он заякорен в мембране, то понятно, что мембраны – это липиды, а все остальное – это какие-то гидрофильные соединения. Поэтому мы говорим о липотейхоевых кислотах, но тоже, собственно, какая-то такая история про здравый смысл. Тейхоевые и липотейхоевые кислоты удерживают две эти части друг с другом. И вот в этом пространстве между цитоплазматической мембраной и пептидогликановым слоем есть, во-первых, это пространство существует, и в нем могут происходить тоже разные процессы, накопление разных веществ. Важно, что в бактериальной клетке никогда нет пузырькового визикулярного транспорта. Не бывает. Также нет эндоэкзоцитоза. Тоже не бывает никогда. Поэтому все, что из клетки выходит, это либо диффузия, либо активный транспорт небольших молекул через вот эти самые какие-то фимбри, которые мы обсуждали на предыдущей картинке. Вот такое строение бактериальной оболочки называется грамм-положительное, потому что был такой исследователь, его фамилия Грамм через одно М, и он придумал красить бактерии гвинциан-виолетом с люголем. В соединении эти два вещества дают осадок, осадок застревает в толстом слой кептидогликальный и не вымывается спиртом. Собственно, и бактерии получаются синенькие. Если спиртом осадок будет вымыт, то бактерии будут бесцветные, их просто докрашивают красным цветом для того, чтобы их просто было видно. Одно время докрашивали зеленым суданом, но синий и зеленый плохо отличаются под микроскопом, особенно если плохо отмыть синий. Поэтому красный лучше. И грамм-отрицательные бактерии, цитоплазматическая мембрана с разными белками, небольшой слой пептидогликана и внешняя мембрана, которая похожа на цитоплазматическую, но у неё есть один такой интересный нюанс. Дело в том, что мы помним, что любая цитоплазматическая мембрана состоит из липидного бесслоя. Это такая школьная биология. Два слоя липидов. И один слой называется листок. Соответственно, по отношению к клетке будет внутренний и внешний листок. У цитоплазматической мембраны есть внутренний и внешний листок, и у внешней мембраны тоже есть внутренний и внешний листок. И вот внешний листок состоит не из привычных всем обычных липидов, а состоит из липополисахаридов, то есть есть какой-то липид, липид А, к которому присоединен полисахаридный остаток. И если этот полисахарид небольшой, он будет просто полисахарид, а если он длинный, он будет называться оантиген. Например, где вы в обычной жизни можете с этим столкнуться? Если вы покупаете воду для инъекций, то на упаковке написано «стерильно-аперогенно». Это значит, что она стерильная, то есть ее простерилизовали, она, как правило, дистиллирована еще. К тому же и аперогенная, то есть если вы сделаете инъекцию этой водой, то не будет повышения температуры. Это значит, что там нет не только живых бактерий, но и мертвых тоже. То есть там нет этих самых антигенов и нет липидов А, которые вызывают местное повышение температуры. И вот эти липополисахариды или ЛПСы – это тоже совершенно прекрасная структура для того, чтобы клетка прилипала к поверхности. Высокоадгезивные свойства, они хорошо заряжены бывают, и прекрасно, соответственно, клетки липнут друг к дружке и к каким-то поверхностям тоже. И теперь мы с вами уже перейдем к биопленкам. Это кусочек литерали Белого моря. Литераль – это приливно-отливная зона, та зона, которая обнажается во время отлива. И мы на этой литерале видим активную микробную работу. И мы видим то, почему наш институт такой удивительный, где я работаю. И, соответственно, некоторые… В общем, про Сергея Николаевича Виноградского тоже мне сегодня я расскажу. Обратите внимание, что мы здесь видим. Мы видим какую-то бурую жижу. Это, как правило, диатомовые водоросли, живые и мертвые, эукреатические водоросли. Мы видим вот такие белесые пятна. Это элементная сера. Мы видим среди белесых пятен пурпурное пятно. Это пурпурные бактерии, которые, собственно, и выделяют эту самую элементную серу. И мы видим черные пятна. Вон они. Вот черные пятна. Это выходы сульфат-редуцирующих бактерий. Собственно, они сделали сульфит. И черные пятна сульфита мы видим, соответственно, тоже на литерале. А вот это не пурпурные бактерии, и это дохлые медузы. Вот они обычно. Вот, так сказать, немножечко поближе такое пятно. И более четко. И что мы еще раз видим? Мы видим много-много органического вещества, которое разлагается бактериями. Вот здесь все вот это, конечно, находится в морской воде. А морская вода, она, как мы помним, соленая в морской воде. Есть не только натрий хлор, в морской воде есть сульфат. Это очень важно. И, соответственно, как только у нас появляется сульфат, у нас появляется сульфат-редуцирующий бактерии, бактерии, которые умеют из сульфата, сульфат, это остаток серной кислоты, делать сульфид. И зачем они это делают? Мы чуть-чуть ниже по течению об этом поговорим. И, как правило, эти бактерии бывают окрашены совершенно в разные удивительные цвета. И вот все, что здесь лежит, живые и мертвые водоросли. Мертвые водоросли – это так называемая мордмасса, которая неоднородная. И мы сейчас все-таки попытаемся разобраться, как устроена вот эта внешнеоднородная картинка. Итак, это, собственно, работа серой бактерии уже в ультрапресных источниках. Это ступенька в вход в родник в Подмосковье. И обратите внимание, вот этот белесый налет – это элементная сера. То есть не надо думать, что сульфат-редукторы живут только в морской воде. Они совершенно прекрасно живут и в пресных водах, тоже была бы органика и была бы, собственно, сера. Итак, что же происходило на вот этих трех предыдущих картинках? Дело в том, что бактерии, вообще Земля, планета микробов – это всегда третий тост в нашем институте, на всех сборах наших. И бактерии формируют лицо нашей планеты. довольно серьезно преображая субстрат. То, что бактерии забирают, называется субстрат. То, что они отдают, это называется продукт. И этот продукт часто является субстратом для других групп бактерий. Также мы говорим о функциональных группах бактерий. Например, бактерий, которые выполняют какую-то определенную функцию. Ну, например, делают из нитрита нитраты. Вот есть такие вот денитрификаторы. Такая группа бактерий называется функциональная. И бывает, например, так, что один и тот же организм выполняет две какие-то задачи. Ну, например, может из NO3 сделать NO2, и из NO2 сделать NO. Совершенно спокойно. Вот. И тогда у него будут две функции. Это тоже понятно. И, собственно, вот есть такой раздел микробиологии, который называется природоведческая микробиология или биогеохимия в зависимости от школы. Скажем так, обе школы представлены в нашем институте. Обе школы, собственно, о том, какие функциональные группы бактерий что делают на нашей планете, как и какой субстрат преобразуют. Просто одна группа делает акцент на то, кто делает это, а другая — что делает и в каком количестве. Но в целом, конечно же, желательно бы ответить на эти вопросы оба сразу. И существуют некоторые представления о глобальном круговороте, о глобальных круговоротах веществ на планете и о том, как разные функциональные группы работают, соответственно, действуют на нашей планете. Соответственно, мы понимаем, что все начинается, давайте начнем с первичной продукции. Причем первичные продукции бывают очень разные. Что такое первичные продукции? Есть какие-то вещества, которые находятся вне биосферы. В данном случае это углекислый газ. Но это может быть и железо, например, это может быть магния, это может быть азот, например. И есть группы организмов, которые занимаются фиксацией этих самых элементов, то есть переводят их из геосферы в биосферу. И это очень узкие группы организмов. Самые известные – это фотосинтетики. Фотосинтетики есть как эукариоты, так и прокариоты. Понятно, вы что-то про них знаете. И, соответственно, фотосинтетики активно поглощают СО2, воду, и получают, обычно говорят, глюкозу, кислород и энергию, но на самом деле там чуть-чуть все сложнее. Давайте, скажем так, органику, кислород и энергию. И ту массу, которую они накапливают, эта масса поедается в жижем или в мертвом виде, и при условиях кислорода эта масса разлагается на СО2-воду или, например, на какие-то более сложные молекулы тоже. Как правило, мертвую массу разлагают грибы и бактерии, но вполне себе, как вы понимаете, мы с вами тоже активно участвуем в этом круговороте. Например, салатик на ужин – это будет тоже некоторый пассивный вклад в круговорот углерода и потребление первичных продуцентов. И часть углерода захоранивается, а часть, соответственно, этой массы пойдет на корм тем бактериям, которые называются первичные анаэробы. Первичные они не потому, что они в эволюции первичные, а потому что они стоят на границе между аэробными организмами, то есть теми, которым нужен кислород для дыхания, теми, которые окисляют кислородом, органику. Первичные анаэробы задействуют другие пути. Как правило, это брожение. Результат брожения вы все прекрасно знаете. Это, конечно же, пиво и вино, а также всякие простокваши, кисломолочные продукты и всякое прочее. Хотя бывают и всякие более неприятные вещи. Например, запах тухлых носков – это тоже результат брожения. Это из валерьяновая кислота. Это один из интермедиатов пропионокислого брожения. С другой стороны, пропионокисловые бактерии. Кислые бактерии – это очень важные промышленные товарищи, которые, например, делают нам, в том числе, пластик. Итак, первичное нейробо брожение. И в результате такого брожения получаются какие-то низкомолекулярные органики. Часто высвобождается азот. И дальше, соответственно, уже продукт этих бродильщиков потребляют вторичные нейробы, то есть строгие нейробы. Если, как правило, первичные нейробы, они еще могут вытерпеть некоторое присутствие кислорода, потому что они стоят на границе между кислородом. То вот эти, ребята, вторичные нейробы, и вот обратите внимание, метановые бактерии, к вопросу о коробах и всякого такого. И как раз сульфат редуктора, то есть те, которые из СО4-2- делают H2S. И надо сказать, что H2S часто накапливается в природных экосистемах. Мы сейчас это еще все увидим. И существует некоторый бактериальный фильтр. Мы тоже на него посмотрим, как он может быть организован в пространстве, например, в море. И этот бактериальный фильтр делает… Ну, тут, смотря на чьей стороне вы находитесь, за чью команду вы играете. Если, например, вы за аэробов, то мы говорим о том, что бактериальный фильтр не пускает сероводород в аэробную зону. Если вы, например, занимаетесь хлоробиями, совершенно прекрасными такими организмами, которые являются, с одной стороны, фотосинтетиками, а с другой стороны, используют не воду, они используют как раз сероводород. То есть это аноксигенные фотосинтетики. Мы еще тоже к этому вернемся. И вот они как раз находятся в бактериальном фильтре. То, соответственно, вы будете говорить, что бактериальный фильтр не пускает кислород в сероводородную зону и, в общем, не портит этим товарищам всю малину, всю жизнь. Так или иначе, какое-то количество сероводорода и аммиака, и метана просачивается. И, соответственно, также есть такая совершенно чудесная группа водородных бактерий, которые производят водород. Кстати, есть бактерии, которые могут из молекулярного водорода добывать себе электрон для жизни. И вот эти водородные, теновые и метилобактерии, вполне себе уже тоже терпят. В общем, они тоже являются вторичными нейробами. И здесь мы видим пересечение трех важных циклов. И нету четвертого. Это цикл углерода. То есть мы фиксировали углерод. Взяли его из атмосферного воздуха, сделали органику. Эту органику торжественно ели. Окисляли как могли. И, соответственно, из нее делали СО2 и воду. Также мы немножко коснулись цикла серы. Сульфат здесь не нарисован. Но понятно, что если есть сульфат-редуктор, то есть какой-то сульфат, который они должны восстанавливать. И из него они делают сероводород. Кстати, метан – это, конечно же, тоже один из участников углеродного цикла. Но там с ним есть свои фокусы. И кусочек цикла азота. Мы видим атмосферный азот, который кто-то умеет переводить в аммиак. И, соответственно, из этого аммиака уже дальше получаются разные соединения азота. Интермедиат и этим занимаются разные бактерии. И все эти функциональные группы очень сильно переплетены между собой. И часто сложные бактериальные структуры содержат несколько функциональных групп, как минимум три. Итак, как же между собой соотнесены эти функциональные группы бактерий? Мы до человека еще дойдем. Просто человек – это некий частный случай, а хочется понимать принцип. Вот этот прекрасный джентльмен, Сергей Николаевич Виноградский, имя которого носит наш институт. И вот эти странные срезы – это бактериальные маты. Это то, как могут в пресных водоемах быть организованы бактерии. Давайте посмотрим. Собственно, в анонсе лекции заявлено, что мы говорим о биопленке. И, собственно, биопленка – это какое-то разрастание бактерий, как правило, если они прикреплены к какому-то твердому субстрату. Хотя не обязательно, потому что, в принципе, мы говорим даже не о субстрате, мы говорим о разделе фаз. Это может быть любой раздел фаз. Это может быть воздушная фаза и водная. Это водная и твердая. Твердой и воздушной нет, потому что все-таки бактериям нужна вода. Но при этом раздел фаз воздушный и водный – такая интересная история, потому что понятно, что вода образует пленку поверхностного натяжения. Есть бактерии, которые живут над этой пленкой, а есть бактерии, которые живут под этой пленкой. Вот совершенно такая замечательная история. Также в пресных водах и в морских тоже бактерии формируют вот такие сложные структуры. Так вот, чем мат отличается от биопленки? Ну вот, опять же, Александр Марков предлагает прекрасную шутку, что мат трехэтажный. Ну вот, легко запомнить. То есть, если есть три функциональные группы, то это мат. Если этих функциональных групп меньше, то это биопленка. Но, кстати, вот мы дальше, ниже по течению, посмотрим, что это не так. Но в любом случае мат будет организован именно этажами. А у биопленки более сложная организация. До прошлого года думали, что она аморфная. На самом деле нет. На самом деле это прям интересная такая пространственная история структуры. Итак, получается, что микробный мат немножко попроще, поэтому мы сначала про него поговорим, а потом уже будем потихонечку усложнять нашу историю. Итак, сверху мы видим что-то зелененькое. И вот там тоже зелененькое. И вот тут тоже зеленое. Это река Лаба, которая течет у нас на Кавказе. Там оттуда вот такой мат. Это кусочек тоже срез из реки Лабы. Я вот его не довезла до Москвы, но с большим удовольствием фотографировала, потому что пока мы там были на Кавказе. И сверху зелененькое. Как мы понимаем, зелененькое – это всего лишь навсего фотосинтетики, фотосинтезирующие организмы. Там были и цианобактерии, там были, конечно же, судя по цвету, диатомовые водоросли. И дальше мы видим что-то красное. Кто-то должен съедать этих прекрасных фотосинтетиков. И на верхней картинке похоже, что это просто железо бактерий. То есть бактерии – вот тот участок реки, там выходят такие железистые породы. В общем, бактерии прекрасно делают трехвалентное железо. И окрашены в такой вот охристый цвет. И ниже у нас будут черные, что-то там черное. Это, как правило, вот эти вот самые вторичные анаэробы, сульфат-редукторы как раз. И черные – это как раз похоже на сульфат, но и пахнет соответствующие там. Если взять, понюхать, оно пахнет сероводородом. Сероводород вообще хорошо определяется органолептически. Кто не верит, может легко проверить. И верхний мат от нижнего, нижний – это морской, он отличается тем, что нижний мат – слоеный. То есть мы видим, как бы вот эти маты, вот эти маты только повторены много-много раз, как годовые кольца. И так тоже бывает. Если, например, происходит смена времен года, и если, например, вот такая структура может быть укрыта снегом, землей, там какими-нибудь опавшими листьями, тогда у нас вновь на поверхности окажутся зеленые бактерии, и между зелеными прошлого года окажутся гетеротрофные бактерии и какие-то снизу анаэробные бактерии тоже. То есть вот, соответственно, могут быть такие маты, могут быть сякие. Вообще одна из самых древних в структурной планете. В Австралии есть Shark Bay, там эти строматолиты, окаменевшие маты. Вот, очень замечательно. И теперь давайте посмотрим, как же это работает, эти маты, что же происходит. Соответственно, перед вами история про колонку виноградского. Я вот все люблю тоже говорить, что это идеальный питомец для дома, потому что не требует особенного ухода. Вы берете трехлитровую банку, а лучше пяти, берете пруд, туда, в эту банку кладете твердый субстрат, какой-то ил из пруда, наливаете воды, закрываете, например, пакетиком, завязываете скотчиком, и обязательно ставите на свет. И в этой банке начинаются какие-то микробные процессы, и через 2-3 недели вы будете видеть, как у вас слоями начинают организовываться бактерии. И, соответственно, давайте же посмотрим, что же происходит. А происходит совершенно чудесная вещь. Происходит миграция субстрата. Как нисходящий поток, так и восходящий. Вот это совершенно удивительная вещь. Потому что похоже, что вот эта миграция субстрата за счет бактериальной деятельности имеет абсолютно точно планетарный масштаб. Итак, сверху нашей прекрасной колонки Виноградского здесь на рисунке написаны цианы бактерии. На самом деле мы имеем дело с аноксигенными фототрофами, то есть те организмы, которые умеют из воды добывать электрон, и они делают активный кислород, которым же и дышат. Кстати, сами прекрасным образом окисляя им органическое вещество, а органическое вещество они получают за счет первичной продукции, то есть СО2 на свету превращают в это самое органическое вещество. Слава богу, что этих прекрасных организмов очень любезно с их стороны. Есть не только энергетический обмен, то есть они не только тратят ту органику, которую они производят, но еще есть пластический обмен, то есть они строят свое тело. И это тело рождается, живет и умирает, тоже, что очень любезно с его стороны, и попадает в следующую зону, в зону гетеротропных бактерий. Эти бактерии, как правило, толерантны к кислороду или вообще, в принципе, им нужен кислород для того, чтобы съедать органику, для того, чтобы ее окислять, получать из нее электроны и прочие виды энергии. Мы сегодня не будем говорить про виды энергии в бактериальных клетках. Я очень люблю эту историю и специально себя сейчас остановила, чтобы с ней не сидеть долгое время. Итак, гетеротропные бактерии, то есть это бактерии, которые едят в разный субстрат, то есть они потребляют органику извне, и им, конечно же, нужен кислород. Эти бактерии производят СО2, который, в свою очередь, возвращается, как вы видите, возвращается обратно к первичным продуцентам. Также они производят воду, и они забирают лишний кислород, позволяя самым бактериями делать его больше и больше. Под гетеротропными бактериями находятся железоокисляющие бактерии. И вот с ними тоже такая интересная штука. Вы, кстати, можете видеть этих самых бактерий очень легко, когда, например, особенно по весне, если пойдете где-нибудь вдоль канавы, все ходят весной вдоль канавы, почему-то время такое, и увидите такое охристое что-то на земле. Это, собственно, железоокисляющие бактерии. И обратите внимание, что им как раз кислород не нужен. Более того, они, в общем-то, против этого кислорода. Но условия весной таковы, что на этом конкретном клочке земли кислорода немного. Похоже, что его сдышивают окружающие гетеротрофные бактерии, и железоокисляющие бактерии прекрасно образуют железистую пленку на поверхности, например, водоема. Тоже, казалось бы, анаэробные бактерии, но и в аэробной среде. На самом деле нет, в анаэробной. Кстати, тоже такая немножко байка из клепа. По-моему, это было в 2016 году. Мне позвонила моя коллега, она живет в Черноголовке. У них есть прекрасный пруд, где они там все купаются в этой Черноголовке. Она говорит, представляешь, какой ужас у нас вылили, какую-то адскую химию, пруд воняет, страшно-страшно приезжая. Я думаю, как интересно, что там воняет, что-то какие-то бактерии. Она мне еще пленки, какие-то биопленки показывает бактериальные. Я, конечно, приехала, безусловно. Очень долго не могла до нее доехать. А тут было такое приложение, от которого было сложно отказаться. Я приезжаю и вижу, что на озере находится пленка из железобактерий, и становится все на свои места. Было очень холодное лето, было пасмурно. Небо было затянуто тучами с мая месяца, а был уже июль. И фактически полтора месяца не было нормального солнца. И бактерии, которые производят кислород, просто первичные аэробные продукты не развелись в этом пруду. И тогда пруд прекрасно колонализировали железобактерии, которые съели органику, которые сделали железистую пленку, которые воняют, потому что они органику окисляют не до СО2 и воды, а до других вонючих довольно интермедиатов. И это мне стало понятно. Конечно, не сразу я так долго думала и хихикала, а когда я увидела лужу, которая была хорошо проэкспонирована к солнцу. Там было много зеленых товарищей, и не было вот этих вонючих. Я сказала, что, конечно, сейчас погода наладится. И действительно погода наладилась. Тут же развились первичные продукты. Стало много кислорода в водоеме, и все железобактерии умерли. Так что это были естественные флюктуации, а никто никакую химию в их прекрасный пруд не наливал. И дальше как раз мы видим пурпурные несерные бактерии, которые до сих пор потребляют органику, но электрон они берут из сероводорода, который поднимается сверху. А сероводород им подставляют пурпурные серные бактерии. Вы их как раз видели на фотографии на Беломорской. Пурпурные серные бактерии, которые часть сероводорода переводят в элементную серу, а часть просто проводят наверх. И если мы проследуем еще ниже, то мы увидим зеленые серные бактерии. Вот это совершенно прекрасные твари, которые умеют из сероводорода добывать электроны для того, чтобы фотосинтезировать. Они первичные продукты. Обратите внимание, что фиксация СО2 происходит дважды на уровне цианобактерий. То есть среди тех, кто производит кислород. И вот здесь это называется аноксигенный фотосинтез. И цианобактерии производят также элементную серу и, соответственно, фиксируют СО2 и делают из нее органику. То есть они еще поставляют биомассу, потому что, как мы понимаем, выше по течению вся биомасса была изрядно поедена. Эту биомассу на самом деле поедают как пурпурные бактерии, так и как раз сульфат-редукторы, строжайшие анаэробы. Серу они получают. Если вы положите в колонку виноградского яйцо вниз, то, соответственно, у вас будет больше сульфат-редукторов. Они очень красивые. Либо же из белков, на самом деле. Из белков, из аминокислот. И вот у нас есть два таких направленных потока вещества и энергии. Один восходящий, другой нисходящий. Причем они именно физически восходящие и нисходящие, потому что банка будет стоять на своем собственном дне. И одни группы функциональной бактерии будут позволять жить другим, забирая у них продукт, делая из них субстрат. И тот, наоборот, забирая у них их продукты, используя этот продукт как субстрат. И в свою очередь поставляя какой-то субстрат в соседней группе. То есть на самом деле вот такая вот колонка виноградского с таким количеством слоев ну вот они совершенно конкретные. Ее совершенно спокойно и не абсурдно можно дома запустить самому. Когда наш замечательный коллега рассказывал про колонку виноградского среди Беломорской экспедиции, там были и геологи, и разные люди, и химики, он совершенно замечательно патетически закончил свой рассказ фразой. И даже после того, как съедено яйцо и газета, ничего не закончится, потому что в систему попадает свет. Он начал с того, что мы можем на дно положить яйцо и газету, но если вы будете, например, делать с прудовым материалом, то песка достаточно, нужен какой-то твердый субстрат. И вот это представление о потоке вещества энергии, о том, что бактерии не просто сосуществуют друг с другом, а если какие-то бактериальные виды или бактериальные группы находятся в какой-то единой структуре, то это всегда, вот это самое взаимовыгодное сотрудничество, это всегда передача вещества и энергии от одной функциональной группы к другой. То есть кто-то производит какой-то продукт, а другая группа забирает его как субстрат. Редко бывает по-другому. То есть, как правило, все бактерии каким-то образом сопряжены между собой. И если колонка виноградского в этом смысле довольно простая история, потому что мы видим послойно структуры биопленки, особенно многокомпонентные, это сложная пространственно организованная структура с сложными взаимодействиями между разными функциональными группами бактерий. Мы тут не будем останавливаться, просто хотелось воздать должное Георгию Александровичу Заварзину, который, наверное, придумал, он великий микробиолог, в том числе и в том смысле, что он придумал, как говорить про микробиологию в свете работы функциональных групп и передачи ими субстраты и продукта. Но, собственно, еще раз хотелось вам показать, что первичные структуры, вот они выглядят таким образом, свет, фиксация СО2, попадание биогенов, это азот фосфор, и биомасса, мордмасса и выделение кислорода. И вот это все, значит, мордмасса, полисахариды, белки, ДНК, РНК, липиды поставляют дальше углеводы, азотистые соединения, жирные кислоты и всякие другие штуки в систему. И вот эта такая сложная сопряженная система бактериальная, это некоторое такое условие. То есть если вы видите на картинке много-много бактерий, то они все, скорее всего, находятся либо в этих отношениях, либо вот в этих, либо вот в этих, либо все вместе. Ну, это беломорская, тоже, так сказать, кусочек лидерали. Видите, кислорода достаточно много, но тем не менее мы видим и пурпурные бактерии, и там даже есть черные пятна сульфат редукторов, то есть они все вполне себе в пространстве уживаются. Это звенегородский пруд, но, в общем-то, давайте уже опустим, потому что, мне кажется, сказано достаточно. И тут еще какая интересная история, что это история про цикл углерода, который нам, конечно, очень важен. И надо понимать, что мы, когда говорим про передачу субстрата, и про передачу субстрата мы говорим про какие-то конкретные метаболиты. Соответственно, есть бактерии, которые вполне себе взаимодействуют с углеродами, есть бактерии, которые активно взаимодействуют с какими-то липидами, и группы, которые взаимодействуют с белками, и разные бактерии могут выполнять несколько функций. Так вот, я думаю, что чуть-чуть более конкретные вещи, опять же, давайте про сульфат редукторов мы пока пропустим, потому что времени уже жалко. Вообще беломорские пейзажи красивые, я хотела показать элементную серу, собственно, в огромных количествах, выпадающую на траве морской. А здесь мы видим наглядно, это уже наша была такая работа на Белом море, работу фильтра бактериального. Вот здесь находятся сульфат редукторы и метаногенные бактерии. Это морская вода. И вот это биофильтр, это те самые аноксигенные фототрофы хлоробии. Сверху им тут нехорошо, и тут находится некоторое количество гетеротропных бактерий, это всякие спирилы. И немножечко мертвых хлоробий, обалдевших от кислорода немножечко. Поэтому тут все зеленые, но в принципе здесь бесцветные спирилы. Вот это зеленые, потому что хлоробии рождаются, живут и умирают. Это просто кладбище героев, потому что все бактерии, в основном аноксигенные фотосинтетики, сосредоточены здесь. И как раз вот тут мы видим довольно большую концентрацию серого водорода, выше вот этого зеленого слоя серого водорода, не то что не пахнет, он не определяется вообще. Но здесь довольно много кислорода, потому что здесь работают цианобактерии, которые этот самый кислород делают. То есть даже в двухлитровом цилиндре мы вполне видим, что прекрасно себе живет и существует бактериальный фильтр, который четко абсолютно отделяет аэробную и анаэробную зону. Это тоже такая колонка виноградского. А теперь собственно биопленки. Мы немножко поговорили о фундаментальных механизмах, теперь давайте немножко сменим тему. Это, кстати, тоже биопленки. Это, опять же, Белое море. Эта история называется «Вонючая губка». И там теновые бактерии образуют биопленки на камнях и на мертвых фукусах. А фукусы забрасываются сюда штормом. Но давайте все-таки вернемся к человеку, в смысле теперь обратимся к человеку и поговорим о том, какая же прекрасная история эта биопленка. Вот это вот некая интегральная картинка. Собственно, исследователи в этой статье исследовали структуру матрикса биопленок. Вот это вот такое новое слово. И я его немножко поясню. Дело в том, что биопленки наверное до вот этой серии работ это на самом деле обзор, обзорная статья, написанная в 1922 году. И там цитируется порядка 120 источников, из которой порядка сотни источников. Это статьи 21-22 года. Совершенно потрясающе. Это прям такой новый порыв. Значит, если вы... А, здесь нету. Значит, итак, до, наверное, года 20-го, а то и 19-го, когда говорили про биопленку, а вот в фаговых всяких работах много про нее говорят, предлагали такую модель, которую называли персики в желе или ананасы в желе, в зависимости от... Где персики или ананасы — это бактерии, а желе — это желе. То есть это какой-то матрикс, который продуцируют сами... Ну, в банке это персики, а, соответственно, в биопленке — это бактерии. Но этот матрикс абсолютно аморфный, инертный и ни к чему не приспособленный. И только то, что матрикс не сплошной, а между ним есть какие-то каналы, капилляры, делает биопленку какой-то активной, сообщающейся системой. Выяснилось, что вообще нет. Вовсе это все не так. И части матрикса биопленки либо покрасили разными красителями, либо, соответственно, их просто подсветили определенным цветом. И это не так. И стали выяснять пространственную структуру и взаимодействие внутри этого самого матрикса. Какие части? Ну, вот это ДНК. Его покрасили красителем, который называется CyberGreen. И стало понятно, где находится... В общем, красили таким образом, чтобы покрасить не ДНК в клетках, а ДНК, так называемую внешнюю ДНК. То есть ДНК, который находится в матриксе биопленок. Вот этот синий — это естественное свечение бактериохлорофила. Вот он прекрасный. И, соответственно, в одном случае целлюлоза, в другом случае разные полисахариды тоже были покрашены разными красителями и светится... Это называется конфокальный микроскоп, в который смотрели. Хотя можно было смотреть в обычной световой. Но тогда не было бы такой красивой объемной картинки. Она была бы плоской, но тоже. И посмотрели на функции разных элементов этого самого матрикса. Что про него надо сначала сказать? Матрикс биопленки делают сами бактерии. То есть бактерии прикрепляются к субстрату и начинают активно продуцировать то, что выглядит как слизь. И опять же, еще до 2020 года считалось, что это желе персиковое — это некая пассивная история. То есть бактерии просто продуцируют слизь в качестве щита, в качестве механического щита или какого-то химического щита. Но оказалось, опять же, все совсем интереснее. Но понятное дело, что полисахариды вполне себе обеспечивают механическую стабильность, и полисахариды тоже как-то организуются бактериями. То есть это не просто мукоидные какие-то структуры, которые есть и есть. А на самом деле за счет организации полисахаридов можно сделать более текучий матрикс, менее текучий матрикс, и бактерии делают это намеренно. Мы, конечно, не говорим об осознанной деятельности, но бактерии это делают сообразно некоторым условиям среды. Например, мы в нашей лаборатории, у нас есть проект, мы работаем с клипсиелой пневмония, которая делает слизистые капсулы, и она же делает полисахаридные чехлы, и вообще много полисахаридов выделяет. И ее случайно студентка взяла и посадила на чашку Петри с морским агаром, то есть не с агаром, сваренным на дистиллированной воде, как положено, а на морской, потому что у нас есть проекты и по морским бактериям тоже. И клипсиела сказала, ой, фу, сколько магния, фу, фу, сколько сульфата, и наделала столько слизи, что прям реально потекло. То есть мы взяли чашку Петри, а там прям такая жидкость той самой консистенции. Мы спросили, у кого насморк, и выяснилась вот такая пикантная подробность. Дальше мы уже с этим что-то делаем, но это абсолютно воспроизводимая история, что на повышенную концентрацию магния клипсиела реагирует более жидкой структурой. При этом, как оказалось, например, в нашей работе, что количество клеток на количество этих самых полисахаридов не отличается от более компактных структур. То есть это именно регулировка реологических свойств, то есть вот этих вязких свойств системы, что не абсурдно, понятно, мы этот обзор уже прочитали до этого, поэтому все и узнали. В случае на открытии делают подготовленные умы. Также бактерии могут производить вот эту совершенно удивительную историю. Такие пузырьки. Некоторые бактерии все-таки умеют из внешней мембраны делать пузырьки. Это им не очень свойственно, но тем не менее в эти пузырьки заключены, помимо ферментов и АТФ, еще и некоторые сигнальные молекулы. И Е – это экстернал, внешняя, внешнюю ДНК. То есть ДНК, если ее просто выделять и с ней работать, она выглядит как такая полисцирующая штука, делающая раствор вязким и густым. И тоже, если в нее упустить зубочистку ДНК и начать ее вытягивать, то будет такая упругая, тягучая штука. И, собственно, внешняя ДНК – это еще один фактор регулировки текучести и вязкости матрикса биопленок. И есть некоторые белки. Вот это белок CDRA. Это не весь белок. Во внешней мембране тоже есть белки, как и в любой бактериальной мембране. Это некоторый элемент одного из белков внешней мембраны, которые бактерии специально секретируют для того, чтобы он связывал это полисахарид-1 и полисахарид-2, для того, чтобы этот белок связывал между собой полисахариды. С одной стороны, не позволяя им слепаться чисто механически, а с другой стороны, просто разводя их этих белком и заякоревая их друг на друга. То есть получается такая довольно жесткая конструкция, при этом эти полисахариды не слепаются и не гуляют относительно друг к другу. Это же опять же история про вязкость. И, соответственно, связывают разные неприятные факторы, вот как на этой картинке. Вот здесь ниже совсем-совсем интересная штука, потому что на полисахариды могут вполне себе быть заякорены внешние ферменты, которые бактерии тоже производят. И эти внешние ферменты могут реагировать с каким-то субстратом. Например, в этом обзоре цитируется прекрасная статья, где показано, что такие ферменты могут разрушать некоторые неприятные антибиотики. Также внешняя ДНК ей тоже не дают сидеть аморфно. А, соответственно, какие-то DNA B2, B это binding, то есть какие-то структуры, небольшие белочки, которые участки внешней ДНК неспецифически связываются и с одной стороны образуют такой кросслинк, а с другой стороны связывающий мостик, а с другой стороны разводят их между собой. И вот это моя любимая история. Есть такой исследователь Дерек Лавли, он много что сделал для биогеохимии, для природовеческой микробиологии, и он настоящий такой романтик и мечтатель. Когда мы читаем некоторые его статьи, мы так говорим, что это безумие, но это благородное безумие, очень классный дядька, такой американец, по-моему, работает на военную, американскую промышленность микробиологическую, поэтому публикуется редко, но метко. И у него есть любимая история про передачу электронов вне клетки. Мы знаем, что в цитоплазматическом мембране есть электронно-транспортная цепь, которая передает электроны, выкачивает протоны. И вообще это история про дыхание, про энергию бактерий. А есть с точки зрения Дерека Лавли какие-то такие провода естественные, он все описывает, bubble-like pills и всякое такое, где электрон передается наружу, и вообще можно сделать вот эти самые бактериальные провода, потому что понятно, что тот электрон, который образуется в процессе дыхания, его же используют на свой метаболизм какой-то пластический или энергетический. А тут прям лишние электроны куда-то отдают. И, соответственно, показано, что этот фенозин встраивается во внешнюю ДНК, которая не ограничена, так как строго ограничена ДНК в клетке. И вот эта структура является той структурой, которая умеет передавать электроны от бактериальной клетки или просто по матриксу. То есть фактически мы имеем с вами электропроводимость матрикса. А что это такое? Если биопленка — это такая система, где много-много-много органического вещества. Если бактерия объелась и хорошо подышала, если ей некуда девать электроны, то у нее будет окислительный стресс. Но есть в матриксе вот эти структуры внешние, которые могут отвести лишние электроны куда-то. И таким образом клетка немножко притормозится своим метаболизмом. Конечно, авторы в цитируемой статье говорят, что это, конечно, какие-то биопровода, но мы-то знаем, что, наверное, все можно использовать. Ну и стабилизация катионов — это тоже очень важно, потому что никакая... Ну, то есть все такие системы... В общем, ключевое слово — коллоидный раствор. И с одной стороны, с другой стороны эти катионы, конечно, нужно сохранять каким-то образом, потому что железо — это то, вокруг которого бактерии интригуют, они его друг у дружки воруют. Это страшно. Ну и магний там тоже. Бикробиология железа и марканца — это, в общем, тоже такой отдельный раздел. И можно просто вот где-то их саккумулировать и потом их потреблять. Более того, в матрик себе пленки клетки могут двигаться каким-то образом и, соответственно, могут двигаться по направлению К. То есть, например, если клетке... И нужно для чего-то, например, много железа, а клетка не может взять себе катион железа просто так, ей нужно выделить специальные сидерофоры, то есть специальные вещества, которые будут это железо обхватывать, если по-простому, и после этого забрать себе. Есть клетки-читеры, которые забирают железо с чужими сидерофорами. А здесь вот это железо связано и сидерировано для большинства участников процесса. И, соответственно, мы в результате получаем представление о биопленке как о структуре, в которой бактериальные клетки находятся в активной, постоянно меняющейся, довольно динамичной, хорошо структурированной системе, где все продумано и где, в общем, можно прекрасно, замечательно и комфортно жить. Но биопленки могут меняться под давлением обстоятельств. Давайте мы это пропустим для экономии времени. Но тут авторы обзора сетуют на то, что разные методы дают нам небольшие структуры, а холистическую картину сделать не очень просто. И, соответственно, уже придем к человеку. Конечно, мы не можем не посмотреть на кишечную микрофлору. На самом деле в человеке есть несколько таких hot point, горячих точек интересных. Это, конечно же, кишечная микрофлора, к которой очень пристальный интерес, потому что она по своему значению, по своему весу, удельному, и по количеству клеток, и по количеству метаболитов. Эта микрофлора тянет на отдельный орган. Про нее так и говорят. Также есть микрофлора мочеполовых путей. И она очень важна, потому что это всегда биопленки. Это всегда защита организма от колонизации грибами. Это определенные симбиозы. Это кислотность, которая нужна для нормальной, для того, чтобы не развивались какие-нибудь вирусы попилома человека, например, в матке, и для того, чтобы не дать каким-нибудь микоплазмам, уреоблазмам хулиганить. И от этого, например, лучше происходит имплантация зародышей. Есть микрофлора на голосовых связках. Это очень тоже драматический момент, особенно для лекторов, тренеров, преподавателей и так далее. Потому что микрофлора и для певцов. У меня есть такая мечта сделать работу. Я думаю, как технически это сделать. Я пою в хоре, и у нас есть целый хор. То есть это люди, которые плотно сидят друг с другом. У всех, конечно же, хронические фаренгиты, безусловно. Все умеют с этим справляться. Это здоровые люди, но мы можем взять мазки и посмотреть. Скорее всего, штаммы будут примерно близкородственные. Мы можем посмотреть, как эти клепсиелы у разных людей взаимодействуют с разными фагами. Потом поделить хор пополам и как будто дать прополоскать горло бактериофагами. Кому-то нет. И посмотреть, как работает фаговая терапия на здоровых людях, на улучшениях качества жизни. Такой ход-поинт. Но, соответственно, клепсиелы тоже биоплёнка. Потому что часто для того, чтобы, например, здоровый человек жил хорошо и прекрасно, ему надо не бороться с бактериями, а их как-то приструнить. Например, история с клепсиелой на голосовых связках. Это тоже наша работа была проделана. Мы её обрабатывали бактериофагами компанией «Микроген». Вы знаете, что это единственная компания, которая легально в мире производит бактериофагов терапевтические препараты. Сейчас, по-моему, французы подтягиваются, у них там идёт сертификация. Но микрогеновские фаги продаются в аптеке. Они мне не платят за рекламу, сразу говорю. Мы просто с ними так общаемся. И вполне себе эти микрогеновские бактериофаги могут приструнять разгулявшуюся микрофлору при условии, что это не заболевание, а просто ухудшение качества жизни. Но сейчас мы поговорим про микрофлору кишечника и про то, как микрофлора кишечника взаимодействует с кишечником. У нас есть сложная структура биоплёнки, есть сложный организм человека. И как эти две системы друг с другом взаимодействуют. Чем отличается принципиально организм человека от, например, морского дна? Хороший вопрос. Я его произнесла, и мне само понравилось звучание. Или, например, от речного камня. Чем вы отличаетесь от речного камня? Сегодня вечером, мадам, ничем. На самом деле отличие очень важное. Оно состоит в том, что человек как среда обитания бактерий это единственная среда обитания, которая даёт напрямую обратную связь. Это иммунный ответ. И если среда обитания иная реагирует пассивно, то есть нехваткой какого-то субстрата или избытком какого-то продукта, то человеческий организм реагирует активно. Это всегда иммунный ответ. Это, соответственно, причём это мало того, что это иммунный ответ, часто он ещё бывает и направленный против совершенно конкретного хулигана, который себя повёл как-то не так. И поэтому есть определённые сдержки и противовесы, и бактериям приходится внутри человека, внутри человеческого организма, им приходится определённым образом, ну, скажем так, соотноситься не только с коллегами по биоплёнкам, но ещё и с той средой, в которой они живут. И кишечник в этом смысле довольно интересная среда обитания. Я люблю своим студентам задавать вопрос, кишечник — это вообще наружная среда или внутренняя? Такой вот хороший вопрос, например. То есть просвет кишечника — это наружная среда или внутренняя? Вот как. И, соответственно, дальше... Ну, я всегда слушаю рассуждения, мне там интересно, вспомнит ли народ про гомеостаз, про постоянство внутренней среды, или как порассуждает о формировании кишечника сквозной трубки, или, например, о активном обмене со средой. Но мы сейчас не про это. А мы о том, что в толстом кишечнике человека, то есть в том части кишечника, который находится ниже слепой кишки, прекрасно себе живут бактерии. И эти бактерии принимают участие в пищеварении, во всасывании. Кстати, бактерии живут немножко выше по течению, но это история именно про толстый кишечник. И тут нам надо понимать, что кишечник — это эпителиальный орган. Клетки эпители, они, как правило, кубические. И они сидят на чем-то, что называется базальной мембраной. Здесь она не изображена. Базальная мембрана — это не мембрана, это просто такая белковая структура, к которой внезапно прикрепляются клетки эпителиальной кишечника. И есть, собственно, коломоциты, то есть клетки эпители кишечника. Вот эти синие клетки — это бокаловидные клетки. И есть еще так называемые стволовые клетки. Вот они, stem cell. Значит, эта аббревиатура не очень важна. LGRP 5+. Важно, что это некоторые стволовые клетки, из которых делаются и коломоциты, и бокаловидные клетки. Делаются они по определенным правилам. И если все в кишечнике в порядке, то клетки эпители рождаются, живут, умирают. Стволовые клетки постоянно делают новые клетки. И коломоциты просто формируют структуру кишечника. А бокаловидные клетки делают слизь. И слизь — это таких двух сортов. Есть слизь такая более жесткая. Вот она, МУК-2. МУК-1. И слизь более текучая. Это МУК-2. И, соответственно, на поверхности этой слизи живут кишечные бактерии, которые организованы в биопленку. И надо сказать, что есть такие работы в институте Макса Планка. Работает наш бывший соотечественник Николай Строжинский. У него есть потрясающая серия работ о том, как наполнители лекарственных препаратов дестабилизируют как матрикс биопленки кишечной флоры. Правда, на мышах он это делал, но потому что никакой человек себе не даст... А, у него есть работа на людях, потому что там делались операции, и он делал биопсию тоже. И вот эти наполнители лекарственных препаратов, капсулы, например, БАДов и так далее, разрушают как матрикс биопленки кишечной микрофлоры, так и вот эту слизь, делая ее чуть более жидкой, бедные бактерии там начинают в ней тонуть. Им там плохо, потому что это не их матрикс. К вопросу о функции матрикс биопленки. И дальше возникают как раз всякие язвы, именно поэтому язвы и так далее. И вот в этой статье тоже совершенно прекрасно показаны некоторые нарушения работы биопленки. Если бактерии в кишечнике организованы нормально, то ситуация выглядит следующим образом. Есть какое-то сообщество, там в этом сообществе могут быть от 4 до 70 разных групп бактерий в зависимости от ситуации. И эти самые бактерии образуют стратифицированный консорциум. Этот консорциум стратифицирован как по длине кишечника, так и по степени удаленности от матрикса. То есть какие-то бактерии прикрепляются к матриксу, какие-то находятся там немножко выше, какие-то как раз мигрируют между теми бактериями. Все эти бактерии имеют свой метаболизм и часто производят определенные ферменты и определенные метаболиты, которые проходят через кишечную слизь и стимулируют бокаловидные клетки делать матрикс. Вот это совершенно потрясающе. Я вот так, знаете, когда я читаю статью, что, как, что, почему вообще? А, ну вот почему, да. И, соответственно, вот здесь это было для меня такое большое удивление. То есть стимулируют бокаловидные клетки делать матрикс. Причем не матрикс, а слизь. Причем слизь определенного свойства, и отчасти они ее и подъедают. Значит, такая биопленка бактериальная, конечно, характеризуется большой текучестью, потому что понятно, что пока не кал, а вот то, что в кишечнике, называется химус. Химус хорошо проходит и, конечно, обогащается бактериями, выходит наружу. Но это же и обеспечивает некоторую сменяемость микрофлоры кишечной. И если что-то идет не так, если в биопленке не хватает какого-то участника, то, вот еще раз, это не ситуация, не дисбактериоз, то есть не нарушение биопленки, а нет никакой трагедии, просто нет какого-то участника, который не поставляет какой-то определенный метаболит, то его место может занять какой-то другой участник, который будет менее лоялен к организму хозяина, вот этот самый хулиган. И в этой ситуации начинаются проблемы. Проблемы следующего свойства. Во-первых, этот хулиган может быть цитотоксичный для остальных участников, и клетки погибнут. Он может после этого активно поедать слизь бактериальную, в смысле кишечную, может меньше стимулировать бокаловидные клетки, чтобы делать эту слизь. И в конечном итоге, потому что, конечно, слизь – это полисахарид, полисахариды есть сложно и тяжело, вкусненько есть плазму крови, например, или какие-нибудь дохлые укритические клетки тоже есть вкусненько, что он, соответственно, чего он и добивается. И если такая бактерия добьется своего, и слизь будет проедена, и бактерия доверется до клеток, то у нее есть два совершенно интересных пути. Они описаны тоже в этой статье. Первый – это первый путь между клетками, и второй путь, соответственно, через клетку напрямую. Вот тут довольно интересная штука. Дело в том, что клетки эпители соприкасаются, как-то и места их соприкосновения называются клеточные контакты, и они организованы довольно сложно. Есть белки, которые эти контакты обеспечивают, и есть актиновые нити. Актин – это такой шаровидный, ну, глобулярный белок. Он умеет сам образовывать цепочки. Ему только для этого нужен… Ну, вот вы знаете, что такое АТФ, а есть ГТФ, то есть как АТФ, только там не аденозин, а гуанидин. Так, в принципе, то же самое. И был бы этот самый ГТФ, и, в общем-то, достаточная концентрация вот этих клубулярных белков. И тогда актиновые нити образуются сами. Собираются как магнитные шарики. И их можно и разобрать потом тоже. И вот эти вот твари прекрасные, бактерии, я на их стороне. Здесь просто любую сих, так сказать, свинским поведением, они разбирают уже готовые актиновые нити, клеточные контакты прерываются, становится много глобулярного актина. Но ГТФ там есть обычно в клетке, пока что, пока она живая. И они заставляют полимеризоваться актин в том направлении, в котором нужно. И просто катаются на этих актиновых нитях, соответственно, вдоль клеток. И то же самое они делают внутри клеток. Например, так делает такой внутриклеточный паразит листерия. Правда, у нее изначально была задача какая? Листерия живет рядом с ядром у клетки, там делится-делится, и ей становится тесно, она начинает полимеризовать актин. И эти актиновые нити разносят ее, как лифт, просто по всем сторонам. И здесь разные бактерии умеют так делать, соответственно, разрушают клеточные контакты. И вот тут даже разбор коктинового цитоскелета. И катятся через клетку или через клеточные контакты в зависимости от того, кто такая бактерия. Катятся они в кровяное русло. И цитоскелет, не зря скелет, клетка оседает, начинает схлопываться, она от этого у нее меняется соотношение поверхности к объему, и от этого плохо, она помирает. Померев, ее содержимое выходит наружу, а это же прекрасно, это соли, это всякие биогены, это тот самый субстрат гетеротрофный. Эти бактерии гетеротрофные, понятно. И бактерии прекрасненько их все съедают. Дальше мы видим вот такую печальную картину, когда клетки кишечника умирают, а бактерии начинают процветать и делают язву какой-нибудь толстого кишечника. Но у организма есть иммунный ответ, потому что соответственно иммунный ответ. И в какой-то момент начинает этот ответ вырабатываться, возникает воспаление, возникает температура. Тут вопрос такой, вот еще раз, я ни в коем случае не рассказываю, что язва толстого кишечника может пройти сама. Обратите на это внимание, пожалуйста. Если какие-то проблемы, обязательно надо обращаться ко врачу. Но в этой работе показана совершенно удивительная сила, что если есть какие-то проблемы, они могут быть на очень маленьком кусочке, на самом деле, участке кишечника. Если есть такие проблемы, то будет иммунный ответ, будет воспаление, будут, естественно, цитокины, и с этими бактериями есть возможность справиться. И тогда под действием этой всей системы обычные стволовые клетки кишечника становятся немножко другими стволовыми клетками. И вместо того, чтобы делать колонноциты и бокаловидные клетки, они делают такие полутволовые клетки, которые могут и структуру образовывать, и слизь выделять. Как утка, они делают это и то, и другое плохо, но тем не менее вполне себе восстанавливают участок кишечника на маленьких каких-то этапах. Вот это такая уже холистическая модель. То есть у нас есть нормальная здоровая биопленка, она оказывается лишена какого-то участника. Приходит другой участник, то есть и нарушает равновесие прекрасное. Соответственно, у нас получается какая-то язва. Эта язва потом восстанавливается. И, соответственно, если повезет, то и восстановится нормальная микрофлора. И вот эта история часто описана отчасти на мышах, отчасти на младенцах с их дисбактериозами. Дисбактериозами и часто таким хулиганом. Здесь нарисована палочка со жгутиками, но часто таким хулиганом является, например, золотистый стафилококк. Вот. Значит, и, собственно, в кишечнике понятно, что живут довольно много кто. Не только бактерии, хотя на бактериальной биопленке мы обращаем внимание еще и археи, это тоже такие прокариоты. Вот. Грибы. Но, как правило, это нежелательные товарищи и протисты. Простейшие. Но, опять же, это такие довольно... Ну, по крайней мере, по моим представлениям, достаточно минорные участники, мы про них не говорим. И самое важное – это вирусы. Потому что вирусы делают для бактериальной популяции и для популяции биопленок системы сдержек и противовесов. Вот это вот бактериофаги разные, прекрасные, соответственно. И это хвостатые фаги. Они бывают там... Ну, хвостатые фаги трех видов, трех морфотипов. Я бы так сказала, их, конечно, много. Трех морфотипов. И чем более плотная популяция, тем больше бактериофагов с ней сопряжено. И совершенно были прекрасные работы на кишечной микрофлоре, на мышах. Дело в том, что с человеческой флорой там, в общем, с фагами интересно. И похоже, что в свой вклад вносит то обстоятельство, что человеческий кишечник быстро двигается. И там и так идет хорошее обновление бактерий. Там с фагами как раз странно. В общем, это просто отдельный рассказ по этого кроссфага, который КРС. Ну, в смысле, вот С, как вот то самое. А у мышей вполне себе чем... Это прямо четко показана такая корреляция. Зависимость у них с фагами тоже не очень густая. Но тем не менее, чем более плотная популяция, тем больше бактериофагов. И, соответственно, им добавляют разных бактериофагов. И оказывается, что вполне себе система фаг-бактерий может стабилизировать вот эту самую биопленку, которая, например, была нарушена в предыдущем рассказе. Так вот выглядят, соответственно, бактерии из высокоплотной популяции. Тут видите всякие разные бактериальные пузырьки, куча дебриса, потому что много дохлых товарищей Матрикс. И, смотрите, много-много-много разных фагов. И вот, например, один из них прекрасно прикреплен к бактерии. Он не присоединился к ней специфически. Это как раз очень ценная фотография. Это я, ее автор. И он ждет, когда бактерии поделятся с тем, чтобы в какой-то один прекрасный момент все-таки к ней прикрепиться и дать свое потомство. Но пока что он просто, скажем так, привязался к хозяину и никуда от него не отходит. И опять же, эту же историю мы видим и здесь. А тут мы видим совершенно фантастическую… Здесь бактерии со своими фагами какие-то прикреплены, какие-то нет. А здесь мы видим совершенно фантастическую историю. Вот эту бактерию атаковали фаги. Видимо, тут плохо видно, но тут факт прикреплен специфически и, кажется, уже ввел в свое ДНК. Но при этом у них за счет вот такого шнурочка, такой пили происходит все еще обмен плазмидами. Такая вот всюду жизнь. Вот. То есть вот так. И, собственно, это заключительный слайд нашего рассказа о том, что Земля – планета микробов, о том, что человеческий организм не сильно отличается от планетарной системы со своей некоторой спецификой. И что бактерии всегда живут в сложно организованных структурах. Это биопленки и маты. И человек предоставляет свой организм для того, чтобы там жили бактериальные пленки. И, соответственно, иногда живут мирно, иногда не мирно. Но для этого есть разные механизмы урегулирования этих отношений. Вот я думаю, что такие мысли мне удалось сегодня произнести. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария. Поднимайте руку, я к вам подойду. Если у вас есть вопросы, я пойду придам. Спасибо большое. Прекрасная лекция. У меня сразу два вопроса. Первый терминологический. Все-таки как сейчас принято называть сообщество микроорганизмов или сообщество бактерий в кишечнике? Микробиота или микрофлора? Это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько я понял, подавляющее большинство бактерий в кишечнике обитают в виде биопленок. Или нет? Или какое соотношение между теми бактериями, которые не в виде биопленок, и сколько их обитает, живет в биопленках, скажем так? Спасибо большое за вопрос. Первый вопрос довольно простой. Дело в том, что у нас мы говорим по-русски про вот это все, а читаем по-английски. И вот эта структура по-английски называется макер-байом. И это просто калька с английского. Это контаминация микробиом. На самом деле по-русски, конечно, правильно говорить микрофлора кишечника. Но без этой контаминации не обойтись, потому что понятно, что мы и пишем по-английски. Вот в чем проблема. Соответственно, это как разница между глицерином и глицеролом. Конечно же, глицерин, а глицеролом – это калька с английского. А на второй вопрос ответ такой, а фиг его знает. Вот почему. Потому что кишечник – это высокопроходимая система. И вот те бактерии, которые мигрируют вместе с химусом, с едой, это что? Это бактерии, которые обитают в кишечнике? Или бактерии, которые, например, живут в химусе, и потом будут выведены, соответственно, скалы наружу. Хотя пока они живут в химусе, пока они едят его, пока они выделяют свои метаболиты, они, конечно, являются участниками вот этого процесса какого-то кишечного. Это момент раз. Безусловно, вдоль стенок кишечника бактерии образуют вот эти самые сложные организованные консорциумы биопленки. Безусловно, есть какое-то количество планктонных форм, которые так или иначе расселяются. И просто в кишечнике они еще расселяются принудительно за счет кишечной перистальтики. И третье соображение, что, например, фекально-оральный путь передачи – это же не только путь заражения какими-то инфекционными заболеваниями, это же еще и путь, на самом деле, обмена кишечной микрофлорой. И этот обмен очень важен. Потому что даже есть такая специальная терапия, как пересадка кала. И четвертая сторона этой сложной фигуры состоит в том, что при существовании биопленок всегда образуются какие-то планктонные формы клеток, которые куда-то эмигрируют. Поэтому биопленки есть, они важны, они обладают своими собственными свойствами. И вот есть какая-то история про свободно плавающие, свободно живущие бактерии, активно двигающиеся. Поднимайте. Здравствуйте. Спасибо. Я человек неподготовленный, не биолог, не микробиолог, и даже не физиолог. Но я имею в виду, что, может быть, мой вопрос будет не совсем корректный, но я задам. Он будет состоять из трех частей. Первое, хотелось бы услышать вашими словами, ваше определение, что такое иммунный ответ. Именно вот вашими. Второе, если одни микроорганизмы, мы так скажем, могут заменять в пленке другие, почему не происходит, не включается иммунный ответ? То есть замечали ли вы какие-то обусловленности? Я имею в виду, что мы здесь сегодня много разговариваем о механике. Но ведь все это чем-то управляется или кем-то управляется, или вот есть, как я уже сказал, некая обусловленность или факторы, по которым можно увидеть, что вот здесь это сработает, здесь нет. Вообще что-нибудь на эту тему, потому что это очень интересно. Спасибо. Спасибо. Ну, понятно, что вторая часть — это отдельная лекция, но я постараюсь уложиться в несколько приложений. определение иммунного ответа такое. В организме есть два типа ответа — специфический и неспецифический. Иммунный ответ — это такой ответ организма, при котором происходит узнавание, помечание и какое-то взаимодействие с антигеном. Соответственно, можно его помечать специфически, это будут какие-то специфические белки, они называются антитела, и дальше уже будет определенное, например, поглощение макрофагами. Можно отмечать неспецифически. Например, есть определенные белки или другие молекулы, которые связываются с антигенами, то есть с тем, что попало в организм. И тоже эта конструкция тогда будет поглощена, например, клетками и макрофагами. И вторая часть. Иммунный ответ, конечно, возникает. Он всегда есть. Организм никогда не находится в покое. Самая простая и понятная, наверное, история, потому что про всякие кишечные процессы мы себя так хорошо не отслеживаем, но обратите внимание, тут все взрослые, при смене полового партнера возникают некоторые специфические ощущения у людей, если их микрофлора не очень хорошо друг с другом поладила. Но вплоть до такого неприятного эффекта, как цистит. И, соответственно, вот, пожалуйста, вариант иммунного ответа. Он, конечно, возникает. Но бывает и интереснее, потому что при новых знакомствах, например, могут быть всякие интересные моменты на голосовых связках, если эти две клепсиела плохо друг с другом. И людям приходится какое-то время буквально микробиологически друг к другу привыкать и притираться. Иммунный ответ, конечно, есть. Дальше весь вопрос в балансе, потому что либо под давлением иммунного ответа новоприбывшие бактерии впишутся в систему и будут сожительствовать с организмом хозяина таким образом, что качество жизни человека будет хорошим, высоким, либо будут себя вести так, что качество жизни будет нехорошим. И тут как раз мы встаем на позицию французского философа Монтейни, который говорит о том, что человек — мера всех вещей. То есть, если качество жизни человека плохое, мы говорим, что это какая-то патогенная микрофлора. Если качество жизни хорошее, мы говорим, что это наш симбионт. Спасибо большое за лекцию. Я тоже в этой области дилетант. У меня такой вопрос. Вот я знаю, что вирусы встраиваются в структуру ДНК, а бактериальная среда передается по наследству или формируется у каждого человека автономно? Спасибо, это хороший вопрос. Младенцы уже не стерильны. То есть, младенец, когда рождается на свет, у него уже есть какое-то количество микрофлоры. Понятно, что он ее получает, заглатывая плацентарную жидкость матери, которая оказывается тоже не вполне стерильна. То есть, это не совсем наследование, потому что все-таки не в яйцеклетке, не в зиготе, ни даже в бласту, ни в гастро, ничего такого нет. Но довольно быстро, тем не менее, происходит контаминация. И дальше, в любом случае, например, человеческие младенцы при грудном скармливании получают довольно много микрофлоры с кожи матери. Это одна история. А есть совершенно удивительные, совершенно классные работы. Вот у нас есть Институт проблем экологии и эволюции, там есть лаборатория, которые занимаются вот этой проблемой для хомячков. И было показано, что для джунгарских хомячков, для золотистых хомячков, для маленьких, для хомячков родов адопус. И там было прям четко показано, что хомячата, например, получают, они рождаются нестерильными, у них есть какая-то микрофлора, и дальше они ее накапливают от матери и от отца тоже определенным образом. Кроме того, у матери есть так называемая срединная железа, на брюхе брюшная железа, которая тоже обсеменена бактериями и с нее хомячата получают. Мы же работали, например, и работаем с дикими лошадями в ростовском заповеднике в нашей лаборатории. И тоже четко, значит, у нас есть работа, правда, по метаверому, не про микробиому, а по метаверому лошадей, вот этого табуна дикого из ростовских степей. Но, конечно же, мы каких-то бактерий там посмотрели. И много раз наблюдали такое поведение жеребят, новорожденных, особенно совсем маленьких. Они начинают траву есть где-то в три недели. Это очень смешно, когда он такой кусает траву, еще не может попасть лицом на эту травинку. Но до того, как жеребенок начинает есть траву, пробовать траву, он начинает пробовать фекалии матери и отца, свежие, естественно. И вот этот момент очень важный, потому что понятно, что лошадиный навоз – это жеваная трава и много-много бактерий. И до того, как жеребенок попробует траву, он начинает активно есть бактерии. И вот мы можем получить фекалии от жеребенка от двух недель, потому что пока он никакую траву не ест, у него эту какашечку, мы там за ним ходили очень долго, в общем, ее там фиг поймаешь. Но как только он начинает пробовать траву, у него уже есть развитый микробиом и уже развитый верон у этого жеребенка. То есть получается, что вместе с зиготой, вместе с яйцеклеткой, конечно же, никаких бактерий нет, но обсеменение организма и у кариотического, и у теплокровного животного, у млекопитающего происходит очень быстро. И второй вопрос. Как себя ведет бактериальная среда человека в зависимости от внешней температуры, низкой и высокой? Тоже хороший вопрос, потому что температура, это тут весь, тут есть две составляющие. Первое, что есть температура низкая и высокая, но, например, мы можем себе отморозить пальцы. И, например, микрококус лютус, который живет на наших ладонях, конечно же, если мы заморозим себе ладонь, ему будет от этого плохо, у него будет холодовой шок, и, возможно, что он весь бедный и помрет, и нам придется его потом получать с более теплых мест организма. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что есть холодовой шок у самого человека. И, скорее всего, именно на шоковый ответ, на ответ холодового шока тканей, есть какие-то у бактерий ответы. Самая распространенная история это про людей, которые живут на Крайнем Севере, им обязательно надо есть жир, для того, чтобы у них кожа не лопнула. И как только люди начинают есть жир, их сальные железы начинают работать хорошо, у них кожа становится эластичной. Надо сказать, что если жиров в форционе недостаточно, то никакие крема не помогают на Крайнем Севере, в Норильске, в Сургуте и так далее. То есть пища должна содержать некоторое количество и жиров в некотором соотношении. И если эти жиры есть, то, как ни странно, тут вопрос не в том, что эпители начинают жир вырабатывать, а в том, что бактерии, которые живут в сальных железах, начинают стимулировать работу сальных желез для того, чтобы те, в свою очередь, смазывали кожу человека, и она остаётся эластичной вот при этих низких температурах. Вот такая вот история была. А наоборот, когда болеешь, и, например, баня, она полезна или нет? Я думаю, что баня всегда полезна, а бактерии разберутся сами. Спасибо. Так, есть ли вопросы ещё в зале? Есть? Нет? Давайте я задам сначала из трансляции. Сергей Карельин спрашивает, какой принцип поддержания пространственного порядка в бактериальной клетке без компартментов и цитоскелета? Во-первых, у бактерий есть цитоскелет. У них цитоскелет вообще огонь просто, потому что это система осциллирующих белков, которые спирально прорастают от одного конца к другому, навстречу друг другу, пересекаются. Есть белки, которые образуют септу. В общем, цитоскелет у бактерий есть. Он очень сложный, интересный, красивый. Это раз. Более того, в этот цитоскелет, например, входят такие PBP-белки, которые пенициллин-байдинг, протеин, и именно на них садятся бета-локтамные антибиотики. В общем, есть у бактерий цитоскелет. А вот компартментов у них нету в том смысле, что у них нету ядра аппарата Гольджа, у них нету эндопазматического ретикулума. Но, во-первых, бактериальная клетка маленькая, и ее соотношение поверхности к объему такое, что, в принципе, этого не нужно. И из-за того, что бактериальная клетка маленькая, она в среднем раз в 10 меньше, чем у клетка эукариотов, то роль диффузии там очень велика, и поэтому бактериальная клетка очень быстро переключает свой метаболизм. Вплоть до того, что, например, есть некоторые бактерии, вот такой есть тоже Михаил Викимов, который выделил железобактерии на Сицилии, и думал, что некие две бактерии — это два разных рода по метаболизму, потому что одни строги, анаэробы железобактерии, а другие гетеротрофы, еще и читеры, то есть они как раз крадут чужое железо, сидерированное. Оказалось, что это две жизненные формы одной и той же бактерии. То есть вплоть до такого. И это все достигается небольшим размером, определенным соотношением поверхности к объему и отсутствием компартмента. И второй вопрос. От него же какое? Можете посоветовать введение в микробиологию для неспециалистов? Книги и так далее. Смотря чего хочется. Значит, природоведческая микробиология. Есть книжка Георгия Александровича Заварзина, она так и называется, «Природоведческая микробиология», я ее крайне рекомендую. Микробиологию, как и на самом деле биологию бактериофагов, хорошо бы изучать через исторические процессы. Есть прекрасная книга «Охотники за микробами», где показано, кто, что, какие задачи решал. И тогда становится более-менее понятна структура современной науки. Дальше, опять же, что хочется. Если хочется эпидемиологии, то есть книги «Чума», «Пандемия». Вот они, собственно, про это. Если хочется молекулярной микробиологии, то, к сожалению, мы пока не дописали. Еще один вопрос из трансляции от Алексея Касаинова. Не уверен, что правильно прочитал. Существует ли некий оптимальный для конкретной популяции состав кишечной микрофлоры, которым происходит возврат после враждебных инвазий или применения антибиотиков? Хороший вопрос, потому что мы же говорим про человека. Да, и в дополнение, продолжение. Или же это уникальный набор для каждого индивида, или же вовсе динамичная саморегулирующаяся система. Ну, я бы сказала так. Существует скорее не набор, а некое оптимальное разнообразие. И вот, например, если люди закрыты герметично, то есть это либо, например, зимовка в избушках, либо вот был проект Mars 500, либо это просто астронавты, то мы видим, что разнообразие кишечной микрофлоры падает, и это не очень хорошо оказывается для иммунитета. Но, например, зимовки в избушках, там происходят такие интересные вещи, потому что пока зима, флора обедняется, а когда весна, понятное дело, что люди руки облизывают, опять же, вода, ну, в общем, из почвы, там еще из каких-то источников люди обогащают свою флору. В общем, есть некое оптимальное разнообразие. И для компактных сообществ человеческих существует некоторое усреднение микрофлоры. Это показал в том числе проект Mars 500. И, например, люди, которые являются членами одной семьи, часто имеют не идентичную, но довольно схожую микрофлору кишечника. Соответственно, и дальше есть работа по разнообразию, например, чем отличаются микрофлоры кишечника человека в Москве от человека на Таиланде, например, или на Тайване, или, например, в Нью-Йорке. Она довольно здорово отличается, на самом деле. И еще один вопрос уже из ВКонтакте, до этого из Ютуба было. Влияет ли стресс психологически, эмоционально на функциональности микрофлоры кишечника или половой системы? Ну, конечно же, влияет. Опять же, довольно много рвот влияние стресса, потому что кортизол вообще влияет на все. Кортизол такой довольно универсальный метаболит. И влияет он совершенно по-разному. Но, как правило, бедный сам кортизол влияет на выработку бокаловидными клетками слизи. И просто слизи кишечной становятся либо меньше, либо она становится гуще. И от этого бактерия им хуже. Ну вот, собственно, такая некая интегральная сумма этих работ. Поймон, спасибо. Давайте, наверное, последний вопрос. Вы ощущаете еще давление таких мнений, как все бактерии для человека зло, их надо убивать? Или наоборот, что есть какие-то чудо-пробиотики, которые надо обязательно кушать, и все наладится? Или в последнее время стало как-то получше с этим? Ну, первое, конечно, нет, не ощущаю, потому что, видимо, при мне боятся этого вести, опасаются. Второе, вполне себе. Но надо сказать, что... Ну, с другой стороны, почему нет? С пробиотиками... Ну, во-первых, с пробиотиками не все так просто, потому что есть пробиотики, есть пребиотики, понятно. И одно дело, когда человек ест ложками, леофилизированные бактерии, а с другой стороны... А другое совсем дело, например, если в рацион человека входят кефиры, например, всякие простокваши и так далее, и всякие ацедофильные культуры и прочие, которые вполне себе могут формировать определенные стратагемы, скажем так, для развития кишечной микрофлоры. Поэтому использовать БАДы и пребиотики, и пребиотики как панацею, скажем так. Опять же, в Майдельт-окрестности так вот не делают и не говорят, но, конечно же, обращают внимание на работу пробиотиков, пребиотиков и на их влияние, соответственно, на здоровье человека. Но опять же, тут у нас все-таки одно дело исследования. Я все-таки не занимаюсь исследованиями конкретно работы микрофлоры и здоровья человека, но всегда, если мы, например, на конференции встречаемся с врачами или с педиатрами, то у нас всегда идет некоторый спор, потому что, например, есть дети с стафилококком, с золотистом, где-то, например, в кишечнике, и говорят о том, что давайте им споем фаговые препараты, и врачи говорят, а если будет массовый лизис стафилококка, будет стафилотоксин, который, соответственно, ребенку нехорош. И тут же возникают другие коллеги, врачи тоже говорят, а давайте мы тогда им дадим пребиотики, пребиотики, которые свяжут этот стафилотоксин, например, и тогда мы будем поить ребенка бактериофагом. Тут возникают мы, говорим, если вы так разбавите популяцию стафилококка, может, и не надо ребенка поить бактериофагом? Ну, в общем, это вечный кулуарный разговор. Коллегам большой привет, если будут смотреть. Мы их еще, я надеюсь, продолжим, у нас еще не последняя конференция. Поэтому вот как-то так происходит. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Отличная лекция. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вам понравилось. Два момента до того, как я закончу. Во-первых, сканируйте и подписывайтесь на исследование. Второе, завтра будет у нас еще одна лекция, на которой будет присутствовать космонавт-испытатель, и он будет рассказывать про, скажем, функциональную компоновку различных космических аппаратов. И в том числе про медицинские исследования, которые проводятся перед тем, как отправлять человека в космос. Выступит Марк Серов. Он руководитель отдела как раз, если я правильно помню, так скажем, экспериментальных вот этих аппаратов. В общем, будет очень интересно. Я надеюсь, что вы посмотрите на нашем сайте Курилка Гутенберга, подписывайтесь. Там будет, там уже есть анонс за сегодняшний день на завтрашнее мероприятие. Так что, надеюсь, вы тоже придете. Будет достаточно интересно. Вот. На этом все. Давайте еще раз поблагодарим Марию. Спасибо. И на этом мы заканчиваем. Вот. Всем хорошего вечера. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...